Кто пьет, не знает о вреде вина, а кто не пьет, о его пользе. Так же и у нас, кто рубится в спаррингах насмерть, не понимает их сути, а кто вообще не спаррингует их важности. Привет, дробящие хребты дикобразы! Вы на канале Мой Тайсике, а я Федорович покажу жесточайшие спарринги, в которых бойцы убивали друг друга. Кто в 40 лет глуп, умным не станет, а кто ходит в зал единоборств, чтобы показать свою силу и избивать остальных, никогда не постигнет сути боевых искусств. Не все из вас тренируются, но всем нравится смотреть на жесткие бои и спарринги, в которых ребята рубятся до полусмерти, сами не понимая, зачем и для чего оставлять в ринге здоровье, не имея конкретной цели и награды за это. Вы должны понимать, что у спарринга могут быть разные цели, и для разных бойцов они нужны в разной степени. Для основной массы ребят спарринг должен быть тренировочный, полсилы, с уважением к сопернику, без нокаутирующих ударов. Тогда он обретает пользу, а боец нарабатывает нужные навыки, воспитывает характер, убирает страх удара и движется вперед. Но среди орлов тоже есть пингвины, и практически в каждом зале есть отмороженные бойцы, которым спарринг нужен лишь для того, чтобы подраться и кого-то уронить. Не важно кого, новичка, сопляка или мужика. Главное показать свою силу и самоутвердиться. Ведь лиса хвастается, пока не пришла овчарка. Но есть и другая сторона медали. Тот, кто родился под дрохот канонат, орудий не боится. Поэтому бойцам, которые участвуют в соревнованиях или планируют это делать, жесткие спарринги просто необходимы для того, чтобы сразу понимать и быть готовым к поединку, в котором тебя будут избивать и убивать ради победы. Но это не должно делать из бойца-зверя или гопника. Прекрасный цветок лотоса растет в болоте, но остается белым. Также и хороший боец может рубиться до конца, насмерть, но всегда уважать своего противника и не переходить грань, за которой начинается мразь. Я уверен, что многие из вас также участвовали в подобных зарубах или вас приглашал на спарринг один из дуболобых рубак со словами «давай легонько поработаем», а потом со второго удара начинал включать мельницу, пытаясь вырубить, как огненный муравей, которому судьба подарила жирную и неповоротливую гусенику. Но и они бывают ядовитые. Пишите в комментах о своих спаррингах и наслаждайтесь просмотром. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить своих, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok